Стремительный рост интереса к Северному Кипру, как к месту для переезда, совпал, а точнее вызвал рост цен. Покупка недвижимости на непризнанной части теплого зеленого острова стала инвестицией, с удивительной по нынешним временам доходностью. Но большие цифры всегда смущают. Так есть ли в них рациональное зерно? Разберемся с экспертами. Точной статистики нет, но по косвенным признакам, например, небольшому проценту покупателей, запрашивающих ТАПУ, который для инвесторов не нужен, можно судить. Большую часть иностранцев на Северном Кипре интересует именно доход. Рядом с потребительским классическим спросом Кипр интересен и в качестве инвестиций, с возможностью права переуступки, с перспективами развития и с качеством строительства. Зарабатывать можно на аренде, а можно перепродавая собственность. На Северном Кипре здесь своя специфика. Так, например, вкладываясь на этапе котлована, нужно учитывать, что строят тут не слишком быстро. Ну а куда им торопиться? Они на острове, земли мало, работать нужно. На самом деле наши проекты планируются все на два, максимум два с половиной года. Соответственно, если этот проект более масштабный, то это в принципе нормально, что это будет длиться три и четыре года. Последнее время цены на Северном Кипре росли так заметно, что по ходу строительства объект менял собственников несколько раз. Причем с выгодой для каждого. Реализация проектов очень быстрая. Еще только нарисовали, только предложили, уже максимально единиц продано. И рост он, начиная от 70-80, сейчас в этом же районе от 100 фунтов стерлингов начинаются планировки, один плюс один. Соответственно, классическую, обещаемую 30% здесь тоже можно получить и увидеть. И если выбрать правильный объект, это может быть и больше. Многие помнят, до пандемии апартаменты в таких новостройках могли стоить и 40, и даже 30 тысяч. Ну, прайсы здесь в английских фунтах, прибавим для пересчета на евро еще 1010, все равно получим крайне интересные для средиземноморской недвижимости цены. Но это в прошлом. Сейчас в евро лучше ориентироваться на шестизначные суммы. Цены выросли, но они выросли почему? Потому что, ну, в нашем понимании, ну, они были здесь очень низкие, по сути. Тот уровень, который предлагает нынешнее строительство, оно, в принципе, соответствует и нынешней цене. Удорожание на 20, 30 и даже больше процентов в год, плюс рост цен по ходу строительства, можно, кстати, провести параллели с Турцией. Там тоже в 21-22 годах цены взлетели. Хотя различия между соседями есть. Рост цены здесь не наш, прошлогодний, который был внезапный и связан с тотальной инфляцией. Здесь действительно отсутствие большого выбора единиц жилья, недостаток, повышение спроса после мировых изменений. Я не могу сказать, что они прям выросли там в два раза, но статистический рост 48-59 процентов за три года, я считаю, что это нормальный показатель. Резкий рост цен едва ли бывает долгим. Правда, и в 23-м году недвижимость на Северном Кипре дорожала в долларах примерно на 10 процентов. И не забудем про арендный доход. Тут и 7, и 9, и 11 процентов цифры достижимые. Здесь все намного веселее, проще, не все официально заявляется, не все регистрируется. И даже если ты хочешь сдавать официально на круглый год, ты от указанной суммы заплатишь 10 процентов. Для меня это тоже одна из причин, почему Северный Кипр инвестиционно привлекательный. Следующий важный вопрос, куда, а точнее, на какие районы смотреть инвестору? Это остров. И не все земли до сих пор и освоены, и, ну, как мы уже раньше говорили, их можно застраивать и переоформлять более спокойно. Есть определенные ограничения в плане земли, объектов единиц недвижимости. Действительно, на Северном Кипре много свободного места, и далеко не все локации по разным причинам интересны застройщикам. В Майалане выделяют несколько примечательных мест, предлагающих разные стратегии. СНТП – прекрасный район, где вы можете и комфортно отдыхать, и сдавать в аренду. Он более старый, известный, он максимально приближен к Гирне, опять же, гольф-поле. Перепродажи там тоже можно рассматривать, но здесь как бонус еще вот эти плюсы в плане доходности от аренды. Перспективы развития и перепродажа, и более низкая на данном этапе цена – это, конечно, Гюзель-Юрт с масштабными перспективами развитиями. Если же нам нужно сейчас, вот купил, там, буквально полгода подождал, по переуступке проуступаю, это же, конечно, Искеле, как сформировавшийся спрос. Пляж удобно и большие красивые комплексы, которые, в принципе, даже у нас в Алании не так много. Для иллюстрации конкретных примеров мы и отправились в один из перечисленных районов – в Гюзель-Юрт. Это район, он не такой популярный, как Искеле, среди туристов именно такой популярный. Здесь очень много местных жителей, турецкие деревни. Но здесь, на первой линии, много свободных земельных участков. И особенность именно этого района в том, что комплексы можно строить вот прямо на первой береговой линии. Из комплекса вышел и пошел на пляж. Сам город Гюзель-Юрт, или другое название – Морфу, малоэтажный, спокойный. Исторические достопримечательности соседствуют с юридическими конторами и магазинами, даже мировых брендов. А вот чтобы доехать отсюда до моря, нужно потратить еще минут 15, лавируя, очевидно, на собственном или арендованном автомобиле с общественным транспортом тут беда в апельсиновых рощах. И вот мы на море. Первое впечатление – здесь, на удивление, мало домов. Выходишь на изумительный берег, и рядом почти никого. Покупая квартиру в этом районе сейчас, нужно понимать, что это район на такую перспективу приличный, на 3-5 лет. Потому что перспективы у района большие, здесь будет район развиваться, и красивую набережную, и даже яхту будут строить. Но сейчас, на данный момент, это пока просто такая лаунж-зона, закрытый комплекс, магазины, вся городская инфраструктура – это примерно ехать минут 15-20 до центра города. А вот самый крупный жилой комплекс в округе. Ему более 17 лет, сдавался в несколько этапов. Поскольку, как сказала Александра, до городской инфраструктуры отсюда ехать и ехать в комплексе все свое. Йога, школа для занятий, серфингом, фитнес, ресторан, работающий, кстати, круглый год. В таком месте, конечно, покупают и для себя, но ничуть не реже под аренду, причем круглогодичную. Здесь очень много людей, кто приезжает с маленькими детьми. Им как раз нужна вот эта территория для прогулок, близость к морю. В комплексе на сегодняшний день по этому году 120 евро стоит, 1 плюс 1 аренда, плюс-минус в зависимости от вида. И где-то в 130-150 евро 2 плюс 1. Конечно, основным спросом они в туристический сезон пользуются. Но есть люди, которые сюда приезжают и в зимнее время, это тоже свой определенный кайф. Зима здесь теплая, плюс 18 градусов. Действительно, в Гизель-юрте крайне мало туристического жилья. В километре дома местных жителей, в том числе новые. А вот покупателям, туристам, инвесторам кажется, что и выбирать-то не ищего. Впрочем, это временно. В этом районе очень много планов на строительство. То есть земельные участки уже выкуплены. Вообще, Гизель-юрт планирует развивать в сфере медицинского туризма. То есть клинику, которую будут строить, это частная клиника. Это будет пересадка волос, это будет пластическая хирургия. Это будет клиника на хорошем, высоком уровне. Соответственно, клиенты клиники будут останавливаться в комплексах. Будет расти арендный потенциал. И, как говорят застройщики, что такого еще на Северном Кипре никто не строил, такого еще не было. Покупателям нужна инфраструктура, а инфраструктуре – покупатели. И вот рядом с уже работающим проектом возводится новый. Комплекс уже на данный момент строится. Он состоит из четырех блоков. Еще строительство рассчитано на 21 месяц. Прайс-лист в комплексе начинается примерно от 60 тысяч фунтов. Это квартира-студия. 2 плюс 1 на сегодняшний день – это 85,95. И ценник зависит напрямую от этажа, от вида. Есть боковые квартиры, есть фронтальные квартиры с панорамным видом на море. Естественно, ценник актуальный на сейчас, но прайс постоянно меняется. И как мы отмечали в предыдущих сериях, покупатели, в том числе инвесторы, делают свой выбор с учетом непризнанного статуса Северного Кипра. Поэтому важная информация о праве собственности. Комплекс, о котором мы сейчас говорим, он находится на турецкой земле. А что это значит? Это турецкий титул. Это та земля, которая до 1974 года была признана. И сейчас на непризнанном Кипре признанная земля. То есть это 100% гарантии собственности. Строит этот комплекс израильская строительная компания. У них порядка 35 проектов есть сейчас. Вложение на стадии строительства сегодня, пожалуй, более популярный способ накопления или сохранения средств на Северный Кипр. Этот проект идеальный для людей, кому удобна длинная рассрочка. Здесь план оплаты. Вносите 50% и дальше остаток платежей растягивается на 21 месяц. Это такая долгосрочная инвестиция. Плюс большое в том, что сам район только начинает развиваться. И цена здесь самая минимальная. Из нового жилого фонда самая минимальная на Северном Кипре. Но здесь очень высокий именно арендный потенциал и высокая ликвидность из-за того, что будет сделана и набережная в первую очередь, будет построен медицинский центр, будет сделан красивый порт. Но это перспектива на 3-5 лет. Ничто не вечное. Ситуация, когда за несколько лет апартаменты дорожали почти в разы, остался в прошлом. Но цены на Северном Кипре по-прежнему конкурентны, а значит их рост вероятен. А относительная легкость оплат делает регион, если не безальтернативным, то весьма востребованным. За деталями обращайтесь к специалистам Майя Ланья.